Следующая неделя, наконец-то, будет пленарной. Верховная Рада возвращается к работе после перерыва. На прошлой пленарной неделе, которая по скандальности оказалась одной из пиковых в этом году, депутаты, как обычно, отложили на потом большинство важных вопросов. И как раз сейчас эти вопросы придется решать. Ведь до новогодних каникул у народных избранников осталось всего ничего. 16 рабочих дней, из которых только 8 дни голосования. Какие законопроекты в работе у депутатов напомнит наша короткая справка? Опять за работу. Две недели отдыха после ударной трудовой недели заканчиваются. И уже со вторника народные избранники снова соберутся под куполом. Заседать планируют две недели подряд. И нерешенных задач у них собралось прилично. Первонаперво депутаты должны решить, с какими цифрами страна будет жить в следующий год. Уже во вторник депутаты обещают взяться за проект государственного бюджета. В первоочередной повестке и вопрос избирательных кодексов. Обещают на следующей неделе рассмотреть и Кабминовский законопроект о приватизации. На прошлой пленарной неделе депутаты в первом чтении таки приняли законопроект о реинтеграции Донбасса. Теперь должны проголосовать окончательно, со всеми поданными правками. Без еще одного рассмотрения в сессионном зале не начнется медреформа. Сейчас она заблокирована. Ведь группа депутатов зарегистрировала постановление об отмене закона. И пока на их протест не отреагируют нардепы, спикер не отправит документ на подпись президенту. Кроме того, избранников ждут срочные кадровые вопросы, которые отложили в долгий ящик. Ведь до сих пор пустуют кресла руководителей в Нацбанке и фонде госимущества. Нет новых членов счетной палаты и Центр избиркома. У омбудсмена давно истек срок полномочий. Два министра Юрий Стец и Тарас Кутовой давно заявили об отставке, но ее так и не приняли. А Ульяна Супрун никак не избавится от приставки ИО.